Привет, дорогие подписчики и зрители канала! Меня зовут Артур и мы продолжаем проходить обливием. Мы находимся в этом довольно любопытном особняке. Сегодняшняя серия будет посвящена маленьким радостям жизни серийного убийцы-маньяка-извращенца. И задача у нас простая. Мы заперты в этом доме вместе с несколькими странными людьми, которые согласились быть запертыми ради сундука с золотом, который, как я не думаю, тут находится. Мы не ищем сундук с золотом, мы просто здесь, чтобы убить их, поэтому давайте приступать. Вон там у нас один товарищ, по-моему, это бретонец, довольно таки опрометчиво лег спать в одиночку. И я не уверен, что сейчас прям хорошая идея убивать его, но почему бы и нет? Хорошо вошло, да? Жалко, что в этой игре довольно сложно прятать трупы. Но, тем не менее, минус один. Так, ну что? Ключ от сундука Невеля. Его одежда, вон её. Понятно. Так, нужно как-то действовать очень быстро, потому что сейчас сюда может прийти второй. Скорее всего, здесь есть менее прямолинейные способы убийства этих врагов, типа уговаривать их там. Зачем? Просто приятно заниматься убийствами, по-моему. Наконец-то мы сможем отвезти душу. Так, это хорошо, что ты сюда пошла. Давай, иди сюда. Ты вторая наша жертва, остальные пока внизу. Там, кстати говоря, в последней серии прям какой-то скандал был. Что это было? Тихо. Да, блин, не застревай-то. Тихо, тихо, тихо. Надеюсь, никто не придёт. Самое главное правило, чтобы никто не заметил... Ой, пардон, извини. Не специально. Никто не заметил трупы. Это главные условия контракта. Ну, то есть из остальных жертв. Потом-то это явно всё найдут. Но мы к тому времени будем уже далеко получать свою награду. Да, блин, тенистые. О, так, хорошо. Надо будет, кстати, таскать, поставить на кнопку, среднюю кнопку мыши. Потому что, ну, это же просто очень неудобно, когда это всё на Z стоит кнопки. Так, всё. Более-менее запрятали. Ну, как сказать запрятали? Ну, ладно, вы поняли. Два трупа тут у нас уже имеется. Так, хорошо. Выходим. Делов не знаем, если что. Что ещё у нас по этому квесту? Так. Без свидетелей. Понятно, осталось трое человек. Сундуки нам не сильно нужны сейчас. Так, хорошо. Где остальные? Один на этаж ниже меня. А, нет, двойный этаж ниже. Ты не наверх идёшь? Смотри. Так. Двоих из нас убили. Среди нас убийца. Но кто это? Как ты узнал это? Вот неплохой момент был. Так, ну раз вы тут все, то мне нужно как-то вытянуть. Больше всего... Двоих из нас убили. Господи. Двое из нас мертвы. Что происходит здесь? Понятия не имею. Так. Ну, давай мы... Да, слушаю. Как мило. Как раз то, чего мне хотелось. Дадим денег. Ну что, Матильда. Может, пойдём наверх? Потолкуем наедине. Правильно. Это Бритонск. А смысл-то мне говорили, что можно их подкупить, мол, и влюзить. Береги себя, если это возможно. Так, ну хорошо. Столько смертей. Я просто не знаю, кому можно доверять. Что вы говорите? Столько смертей. Я просто не знаю, кому можно доверять. Так, ну что ещё тут можно было сделать? В принципе, действием пока довольно неплохо, но... Возможно, как-то их оттравить можно было, но у меня яд с собой нет. В принципе, пока что... Дом оказался смертельной ловушкой. Нас убивают одного за другим. Да, давайте разделимся. Так, хорошо. Осталось двое человек. Ну, эти двое будут, я думаю, самой сложной задачей. Пока что меня, как ни странно, не заподозрили. Так, я просто сижу, прячусь. Не подумайте ничего плохого. Ой, пардон. Блин, это опасно. Не, ну на самом деле вот... У меня такой здоровенный лук за спиной. В врагах стрелы. Как, как, как это вообще? Объяснить с логической точки зрения, что они мне доходят. Понятнее мне, кто это сделал. Искусственный интеллект в этой игре. Ну, не сказать, что больно уж, хорош. Ну, ладно. Ну, я сам по себе, согласитесь. Очень необычный, очень интересный. Так, ну что? Нужно убираться отсюда. Ты понимаешь меня? Мы единственные, кто остался в живых. Нам нужно найти выход из этого дома. Пошли! Я так понимаю, если бы я действовал с мечом, там, или макей, или кинжалом, это все было бы гораздо сложнее делать. Подожди. Но с луком это просто элементарно. Ну, лук это, в принципе, как раз оружие профессионала. Так что все окей. Так, ну что? Ты последний остался. Ты ко мне хорошо относилась, кстати говоря. Не думаю, что это сыграет свою роль. Все гости мертвы, и никто таки не узнал, что убийца я. Теперь мне нужно вернуться в убежище и получить от Чивы свою награду и премию. Это было просто элементарно. Так, а сначала мне нужно... У них тут у многих ключики были осмотреться. Возможно, мы найдем там что-то хорошее. Чистый выстрел. Стрела вышла прямо изо рта. Заберем золото. Неплохо так с нее подняли. Так, хорошо. Снимаем этот позор. Что у нас тут вообще есть? Буфет не сильно нужен. Пойдем наверх, там сундуки. Крепкий сундук. Блин. У меня сейчас мышка совсем плохая, поэтому я не уверен, что это хорошая идея. Это я зря делал. Ну и тем более, вообще, ладно. Так. Выход. Короче, не нужен нам этот сундук. Стараюсь не пользоваться быстрой загрузкой. Ну, тут что-то совсем коряво получилось. Так, одежда. Сундук. Чего-то по-настоящему хорошего я тут не вижу. Пришла пора выбираться. Так, дорогой письменный стол. Как раз то, про что я говорил. У меня мышка просто... Вот я не нажимаю, она сама перемещается. Это просто кошмар. Я думаю, что это надо хорошее купить на днях. Ух ты. А мы это читали, нет? Подожди, а что за мятый клочек бумаги? Баранас Вероника. А, ну да. Это когда он там похитил целомудрие. А где же из мятой бумажки? А, это просто мятый кусок бумаги. Ну ладно. Так, ну и... Ой, блин, не туда вышел. Остался один сундук. Либо здесь, либо в этой комнате. Этот не по зубам. Не по зубам. Ключа не было, что ли, у них? Хорошо. Так, что тут? Восточные провинции. Хм, так... Ладно, это был сундук тебя. А как тебя там зовут-то? Невиль. А где еще один сундук? Мы просто взяли еще один ключ. Понятно. Так, ну ладно, хорошо. Что-то я даже не знаю. Я думаю, как-то сможем открыть с помощью этих ключей. Может, я чьи-то ключи потерял просто, не знаю. У нее нет ключей. У нее нет ключей. И у нее нет ключей. Ну ладно, все, уходим отсюда тогда. А может тут? Нет. Нормально, короче, дом полутали, можно уходить. В подвале там еще, конечно, что-то, наверное, есть. Но я не думаю, что это стоит нашего драгоценного времени. Поэтому уходим. В принципе, было очень просто. Так, ну что? Двигаем в сторону чейтинг-холла. И хвастаемся им, что все, наше задание выполнено. Хотя, конечно, можно двинуть в сторону того ящера все-таки. Где он тут находится где-то? А, он вообще находится на юге. Около города Лиявин. Но туда мы пока не ходили, и я не собираюсь даже туда двигаться. Поэтому ладно, успеется. Так, все, направляемся-то к ачиве. Ох, что-то я парюсь с управлением. Хорошо. Не знаю, но кто-то вот защищает темное братство миссии за Скорим. Говорит, что там, ух ты, как красиво. Что там в эпоху заката темного братства. Но сами по себе квесты были гораздо более, я не знаю, предсказуемыми. Хотя, конечно, ладно, не буду спойлерить. Но некоторые моменты там были очень крутые. Хватало там крутых моментов. И в целом ветка за темное братство, наверное, самая моя любимая в Скориме из гильдии. Но при этом в Обливии она как-то совсем такая изобретательная, по-другому. Я знаю тебя и не хочу знать. Да, мне вообще плевать, без разницы. Короче, тут как-то вот с фантазией подошли. Вот это вот, ну, совершенно неожиданно. То есть, какое-то чуть ли не реалити-шоу. Пять людей пытаются найти сундук, кто первый. Такой, типа, конкурсы. И мы туда приходим их убивать. Или там подстроить несчастный случай. Ну, это круто, по-моему. Подай монетку инвалиду. Иди работай. Так. Все, почти пришли. Тут мы питались в прошлый раз в этом доме. Привет. Или в этом доме. Надо за чей день хол вообще взяться? Я думаю, тут интересно будет. То есть, этот... Как это называется? Тиранье правительства. Что-то народ тут недоволен. Так, а чего-то где? Сколько времени вообще? Времени 8 вечера. Может, уже спать легла. А еще не успела. Отлично. Не только все пятеро гостей убиты, но посеяны ужас и горе. И вознаграждение, и премия совершенно заслужены, ассасин. Я благословляю тебя. От имени Матери Ночи. Да пребудет она с тобой и всегда направляет твою руку, что действует в соответствии с пятью догматами. Вы видели, да, сколько у меня прибавок было к статам? По плюс два ко всему практически. Так, а что это за задания новые такие? Нужно получить задания. Так, ну-ка. Это круто, по-моему. Ну, короче, ладно. Неплохо так нас левелапнули. Приветствую тебя, ассасин. Скажи, когда сможешь приняться за дело. У меня есть очень важный контракт для тебя, санкционированный самой черной рукой. Отлично. Серьезная работа, серьезные деньги. Ты помнишь Адамуса Филлиду? Помню. Вредителя из Имперского легиона. Его время пришло. Ему пора в пустоту, к Ситису. Я могу поручить тебе эту задачу? Это будет честью для меня. Я сделаю. Адамус Филлида потратил всю жизнь на расследование деятельности Темного Братства, мешая выполнению контрактов и убивая членов нашей семьи. Мы пытались убрать Филлиду, но уже три раза мы терпели поражение. Он могущественный человек, и его окружали могущественные союзники. Но теперь годы службы этой свиньи подошли к концу. Он вышел в отставку. Филлиде нельзя позволить одержать такую победу. Его судьба мрачнее. Филлида сейчас находится в Леевине. Он живет в казармах городской стражи в качестве почетного гостя. Сейчас он уязвимее, чем когда-либо. Я понял тебя, Чива. Слушай внимательно, дитя моё. Чёрная рука разрешила использовать розу Ситиса. Это зачарованная стрела, которую убьёт Филлиду мгновенно. Как эта стрела коснётся Филлиды, он умрёт. Но она не сможет пробить броню. Выстрели, когда Филлида будет в доспехах, и роза будет потрачена напрасно. Иди в Леевин. Выследи Филлиду. Узнай распорядок его дня. Дождись, когда он снимет треклятые доспехи региона. А затем выпусти в него розу Ситиса. Убей Филлиду с помощью розы или нет, и контракт будет выполнен. Но чтобы получить премию, нужно не только убить его. Нужно оставить сообщение. Когда Филлида будет мёртв, отрежь его палец. Тот, на котором он носит печатку имперского легиона. Положи этот палец в письменный стол преемника Филлиды в его кабинете в тюремных казармах, что в имперском городе. Сделаешь это, и премия твоя. Жестоко. И изобретательно. Я сделаю это. Вступай, дорогой наш родич. Да заключить тебя, мать ночи, в свои холодные и любящие объятия. И что характерно, знаете, нам нужно как раз таки двигаться к Леевину, который находится у нас вот тут. И после этого мы сможем двинуться в ближайшее время, в ближайших сериях к Буквотеру. Здесь убить, вы поняли. Когда я вижу тебя, брат, моё сердце наполняется теплотосом. Скоро тебя ждёт радость, я убью того, кого ты просишь. Ты приходишь... Ну, а пока нет. Расскажи мне про контракт. Роза подействует, только если Филлида будет без доспехов. А когда солдат не носит доспехи? Я снимаю свои доспехи только когда сплю или плаваю. Хорошо. Ты капитан. Да не покинет тебя тень Ситиса, дорогой брат. Так, Винсент спит, нет. Хотя Винсент по ночам бодрствует, как правило. Да, его тут нет. Пойдёмте обсудим это со всеми. Может, кто что полезное скажет. Сказали почаще прыгать, мол, тогда атлетика будет быстрее прокачиваться. Но, по-моему, это очень пагубно сказывается на отыгрыше роли. Чё, мы кенгуру, что ли, какие? Я знаю, конечно, что в этой игре на высших навыках атлетики можно прыгать по воде, просто как ниндзя какой-то. Ну что, Винсент? Добрый день. Ты знаешь что-нибудь по контракту? Да, Фелидо ушёл в отставку, но у него наверняка есть телохранитель. Вероятно, один из стражников Лея Вина. Может, придётся устранить и его тоже. Плохо. Я думаю, это будут сильные воины. Пролей для меня немножко клоушки, дорогой брат. Хорошо. Так, а ты что? Антуан это. Да, дрожайший брат. Я могу чем-нибудь... Ох, тебя послали убить Фелиду? Надеюсь, Роза Ситиса пронзит его сердце и отправит в пустоту. Пронзит, не сомневайся. Надеюсь, тебя не убьют. Мне бы хотелось поговорить с тобой. Конечно. Что у тебя? Значит, это... Опять ты? Мне... Так, ну ты бесполезен, как обычно. Ты, конечно, договоришься точно. Так, а где орк? Орк, я думаю, в казарме бухает, как обычно. Я не думаю, что это будет дико сложно, потому что мы, опять же, орудуем как раз-таки стрелами. И с этими науками у нас проблем никак не было. Я не жаловался. Ну да, бухает, как я и говорил. Где-то здесь эльфийка тоже, я думаю, сидит, отдыхает. Я знаю, о чем... Расскажи мне, что ты думаешь по этому поводу. Пойми меня правильно. Эта магическая стрела, конечно, хороша и все такое. Но мне кажется, тебе не обязательно использовать ее, чтобы получить премию. Как только ты отрубишь его палец и оставишь его в письменном столе... Ну и что с того, что он носит доспехи? Ты думаешь, эти обноски имперского легиона могут остановить хоро... Короче, понятно. Я вообще не понимаю, что ты делаешь в темном братстве. Тебе дорога в гильдию бойцов. Ты все силы решаешь. А у нас методы более аккуратные. Так, эльфийка где? Не важно. Ладно. Пойдем в Леювин. Пешком, что ли, отправиться. Потому что, блин, сколько интересных мест. Нет, вы знаете, как мы сделаем? Мы... Мы, наверное, в Леювин сейчас переместимся просто так. То есть, быстрым перемещением. Потом пойдем вот сюда. И обратно уже двинемся на лошади. Посмотрим хоть, что это за места. Просто сейчас мне не терпится заняться этим делом. Так, сюда. Когда я вижу тебя, брат. Хорошо. Так. Тишина. Ночь. Все дела. Хотя, может, и потом, как мы поперемещаемся. Не знаю. Посмотрим. Конечно, пять всадников. Все, посмотрим, короче. Так, ты кто такой? Лжец. А мы с тобой не виделись с Харимя? Майк знает много, говорит мало. Майк знает многое, чего другие не знают. Ну, расскажи. Майк рад, что у него есть компас. С ним легко находить нужное. Значительно лучше, чем плутать как дурак. Возможно. Удачного тебе дня. Так, хорошо. Где у нас этот капитан стража? Я думаю, то, что мы ночью пришли, это хорошо. Потому что он как раз сейчас будет дрыхать. И мы ему затылок стрелу завинтим. Городок такой стандартный. Часовня. Таверна. Таверна какая-то убитая, правда. В Хариме с городами как-то по разнообразнее. Но здесь ничего, уютно так. Хорошо. Ты снаружи или внутри? Похоже, снаружи. Он в замке, хотите сказать? Или он в этой башне? Да, он у башни. Кто меня видит? Ты? О, плохо. Япона, мать. У вас тут не многовато. А вот и он, раздетый. А это утил-хранитель. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Хорошо, это будет не так просто, как я думал. Раза-ситиса, говорите. Кстати, кто-то говорил, что ее можно с помощью какого-то бага размножить. И просили меня это делать. Ну, да ну нафиг. Это глупо. Какой же из них он? Может мне попозже прийти, когда они наедятся? Потому что сейчас время... 6 утра, в принципе, чего они не спят. Думаю, тебе лучше уйти. Да я понял, простите. Когда же ты спишь-то вообще? Да, это будет интересная задача, я думаю. Подожди, я не хочу через эту дверь. Моё дежурство закончилось. Удачного тебе дня. Вот, я спрятался. Да блин. Это последнее предупреждение. Убирайся, или я арестую тебя. Хорошо, это он идет? Что сейчас особо печально, то что если я туда попаду, зайду в дом, то я буду иметь проблемы с законом. Я так уже примелькался. Так, кто это вышел? Вот ты, скотина. Может, искупаться, извольте. В принципе, его можно грохнуть и так, пока улицы пустые. Но хотелось бы именно по-красивому, как задумано. Стражина бежит. Искупаться он не захочет в течение дня. Не зря же сказали, что он либо когда спит, либо когда купается, раздет. Ну, скотина, давай. Дай мне шанс только. Так, это время у нас было где-то 6.30. Он вышел, да? Возможно, нам сейчас придется подождать где-то до 8 вечера. Потому что так мы за ним можем очень долго бродить. Я просто посмотрю сейчас, куда он придет. Лук спрячем пока, а то народ подумает чуть-чуть. Так, ну хорошо. Он просто патрулирует местность. Это нам, похоже, ничего не даст. Подожди, а где он? Он пошел спать. Отлично, слушай. Так, тут мне уже гласит, если не особо нужен. Он не имеет хозяина? У Шурави хорошая таверна, но она ужасно обращается со своими сестрами. Кажется, она просто ненавидит своих сестер. Не могу понять, почему. Шамара. Ну и что ты? Спать будешь вообще, нет? Шурави. Хорошее имя. И что он стоит там, он втыкает? Ой, я сейчас просто тебя убью, похоже. Только место потише найду. Приветствую тебе. Приветствую. Что новенького? Люди говорят, что в окрестностях часто стали попадаться гоблины. Не выношу этих тварей. Привет. Обратительно. Как дела? Надеюсь, я не знаю. Оу, привет. Ты знаешь, как расстраивается срава из-за собак, которые бойцов держат во дворе. Так, ну похоже, короче говоря, это бесполезно. Так можно его долго ждать. Единственный шанс это там либо в башне его убить, либо что. Давай подождем сейчас. Где он? Во сне вы приближаетесь к древнему вампиру. Вы только что выполнили для него опасные задания и безумно горды этим. Вы уверены, что теперь он одарит вас огромной властью. Глаза всего клана смотрят на вас. Подойдя к помосту, на котором стоит вампир, вы осознаете, что на самом деле ваше задание еще не закончено и что все ваши вампирические способности покинули вас. Вы кричите, когда вампир бросается на вас, и его огромные клыки подзаются в вашу глотку. Так, о чем это говорит? Это говорит о том, что нам... Тебя плохо чувствуешь? Что нам нужно покушать. Оно не имеет хозяина? Привет, босс мира! Ой, солнце! Короче, нужно залечь где-то до темноты и во время темноты уже как-то разбираться. О, как неплохо! Смотри, как здоровье убавляется. Нужно питаться. Сейчас в этот дом, похоже, придется прятаться от этого солнца. Поганое солнце! Вампиром быть офигенно просто. Даже в тенях не спрячешься. Ну что, ты пойдешь купаться, нет? Иди скупайся у меня, потому что уже тут время поджимает. Я сейчас кони двину. Вот, 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 вот. Ай, блин, я подумал, он идет туда, куда нужно. Интересно, вода мне не жжет, как вампира. Нет, вроде. Так, хорошо. Сейчас уже жизнь не кончится. А знаете, че он... Так, подожди. Раз уж мы пришли сюда... Сколько там время-то? 9 утра. То почему бы нам просто не забраться наверх в эту таверну до... Не дождаться, пока он придет сюда, ляжет спать. Добрый день. Валим. Так, блин, я знаю, знаю, мне плохо, да. Нужно... Лечение легких ранений. Нужно залечь в какой-нибудь дом и покушать с его владельца. Вот, допустим, вот эта вот халупа чья? Дом бета-плотиуса. Почему он закрыт? Там же не было написано, что он закрыт. Так. Короче, днем больше выходить не-не. Смотри, все закрыто. Пошли в таверну обратно, что ли? Так, хорошо. Будет нам урок. Кузнец. Дай ночлежку. Фу, так, ладно. Смотри, с трудом заметил он меня. Так, ну и что? Что-то мне нехорошо. Нужно как-то... Блин, в этой серии мы как-то... Смотри, как у нас скулы выперли. Ох, кошмар. Короче говоря, блин, нам сейчас нужно во-первых, вылечить свой голод, а потом уже заниматься тетка. Добро пожаловать, вец. Дай мне постель. У нас найдет... Хорошо. Не, нехорошо это. Мне надоело болтать с тобой. Так, все, спим. Сейчас время 10 утра. Мы спим. Да, где-то, наверное. 12 ночи. А там уже пойдем питаться с кого-нибудь. А потом заодно и убьем. Не уверен, что успею это в этой серии. Скорее всего, не успею, потому что это очень сложно. Это, похоже, самое сложное задание будет. Что расскажешь? У нас тут никто больше не заночевал. Похоже, никто. Так, нужно вломиться к кому-то домой и покушать. Иначе просто кошмар. Оно имеет. Оно имеет. Так, вот тут холупа какая-то довольно интересная. Каджиты. Да, попробуем. Да капец, ну. Не, так не подойдет. Интересно у меня. Я не могу нормально открывать, потому что у меня мышка полудохлая. По-прежнему я не могу выделить время на покупку. Автоподбор у меня перестал нормально работать. Ну, ладно. Будем париться. Хорошо. Нормально получилось. Так. Вот мы сохранились. Теперь давай поищем хозяина. Это явно не спальня. Время час ночи. Я думаю, самое пора спать, поэтому мы застанем в кровати. Блин, еще одна, что ли? Да вы издеваетесь. Блин, повернись на левую. Ох уж эта мышка. Так, понятно. Так. Шо? Блин, его дома нет. Ну, это просто капец. Как так? Ох. Тихо. Тихо, 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 тихо. Эм. Думаю, тебе лучше уйти. Блин, че-то как... Хе-хе. Хорошо. Меня че, кто-то видит? Да не может быть. Да не может быть, ну. Эм. Окей. Короче говоря, тут нам не рады. Мы только зря потратили аптечки. Ой, аптечки, говорю, отмычки. Опа, новый закрыл дверь. Круто. Тебя я не могу со спины покушать. Но вряд ли, конечно. За кражей. Романик. Подожди. Ладно, все. Прекращаем, короче говоря. Так, ну и что? Блин, эта серия у меня какая-то... Я уже начинаю вставать, похоже. Ну и температура дает о себе знать. Поэтому сейчас мы закончим. Только все-таки попадем в какой-нибудь из этих домов и я утолю свой голод, потому что, ну, это невозможно. Это же просто печально в таком состоянии находиться. Я, конечно, люблю вампиров, но питаться нам нужно. Отмычки надо купить. Ты посмотри. Ну, слава богу, хоть так. Так, кого скушать? У меня одна отмычка осталась. Ладно, и хрен бы с ней, как говорится. Шо? Ася, еще раз попью. Может она дольше хватит? Ну и что? Вот такая вот наша доля. В следующей серии уже будем разбираться с этим капитаном-стражей и что, как вообще с ним делать. Пока что я вообще не понял, как к нему подобраться. Это, наверное, наша самая сложная цель. Смотрите, у нас одна стрела в клочене. Прикольно. Короче говоря, это будет довольно сложно, я так чувствую, но при этом интересно. Так что, в принципе, мне этот городок понравился. Довольно уютный такой. Возможно, здесь можно купить домик. Я бы даже поселился, наверное. Это примерно как Рифтон в Скореме. Довольно уютно и интересно. Надеюсь, вам понравилась эта серия. В следующей будем ломать голову, как убивать этого капитана. Но это будет в следующей серии. На сегодня все. Всего хорошего. Увидимся. С вами был Артур. Пока-пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин